И Геофранция, и Дания. Там энергетики приравнены к лекарствам и продаются исключительно в аптеках. Так пить или не пить, запрещать или разрешать? И как действительно энергетики влияют на наше здоровье? Здравствуйте, я Дмитрий Лысков и это программа «Правда». У нас всегда вопросов больше, чем ответов. И об этом знаки припинания в нашем названии. Делаешь утверждение – будь готов отстаивать его вскоре. Молодежь плотно подсела на энергетики. Подростки с коктейльчика в день начинают и ими же заканчивают. Власти ряда российских регионов уже давно объявили войну энергетическим напитком. Но на федеральном уровне аналогичные запретительные инициативы постоянно проваливаются. Почему законодатели преследуют неудачи и кому выгодно, чтобы молодежь сидела на яге? Обсуждаем. Энергетики – безвредная забава или угроза национальной безопасности? Итак, тема нашей программы определена. Обсуждаем сегодня этот вопрос с нашими гостями, экспертами, которым я адресую свой первый вопрос. Короткий и прошу на него отвечать по возможности коротко, буквально в режиме блица. Можете ли вы сказать, что слабоалкогольные энергетики несут угрозу нашей нации? Султан Султанович Хамзаев, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член общественной палаты РФ. Безусловно, да. Я более того скажу, что вопросы, связанные с блокировкой и продажей, и производством слабоалкогольных энергетиков, сегодня несут фундаментальную задачу. Почему? Потому что ни для кого не секрет, что... Судов, садов, садов, разовьем, уже закончили основные дискуссии. И для кого не секрет, что в 2020 году у нас ждет демографическая яма, и в этом вопросе это стратегически правильный и необходимый шаг. Спасибо. Дмитрий Юрьевич Потапов, руководитель аппарата федерального проекта «Агенты Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России». Однозначно, да. Мы за запрет алкогольных энергетиков. Это угроза национальной безопасности. Это угроза национальной безопасности. Это не обсуждается. Спасибо. Константин Исакович Эллер, заведующий лабораторией научно-исследовательского института питания Российской академии медицинских наук. Что касается слабоалкогольных энергетиков, по целому ряду причин, позиция института питания и Минздрава в принципе негативная. Спасибо. Вадим Иосифович Дробис, директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя. Я однозначно против алкоголизации в целом и молодежной в том числе, но не считаю этот напиток врагом молодежи или врагом нации. Это бессмысленно. Хотя бы только один тезис. Если молодежь выпивает порядка 150 миллионов литров этого напитка в год, это много, конечно, но эта же молодежь выпивает в год более полутора миллиардов пива. Нелогично ли тогда бороться с пивом, а не со слабоалкогольным напитком? Ну что ж, позиция наших экспертов ясна. И чтобы понять, насколько актуальна обсуждаемая сегодня проблема, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Мы вышли на улицы столицы и спросили простых прохожих, как они относятся к идее запрета энергетиков, слабоалкогольных энергетиков. Давайте сейчас посмотрим. Нация должна здоровой быть. Спортивной. Правильно. Правильно. Нафиг их надо. Конечно, поддержу. Никогда не употреблял и против этого всегда был. Правильно абсолютно. Зачем вообще пить? Молоко надо пить. Я считаю, что правильно. В стране уже давно пора это сделать. Правильно. Правильно, да, решает. Я думаю, что правильно. Хотя, конечно, у каждого своя голова на плечах должен думать. Но, тем не менее, просто сама не употребляю, а другим не рекомендую. Я считаю, что правильно. Ну, я считаю, с одной стороны, правильно. Чем будут люди свое здоровье губить, так ведь? Я не употребляю. Меня совершенно не касается. Думаю, что отчасти правильно, как бы, возбуждающие средства, они вредят здоровью. Вот срез общественного мнения. Может быть, это и недостаточно релевантный срез, может быть, это и не соцопрос, но, по крайней мере, это мы услышали от прохожих, и мы не подговаривали их говорить именно об этом и давать именно такие ответы. Дело в том, что, конечно, нет, почему вот в Соединенных Штатах, там лобби, там нет, почему все-таки только 8 штатов запретили, причем они, знаете, не так осторожно. Я работал 3 года в Food and Administration и так далее. Дело в том, что они дают письма предупреждения, потому что не было представлено, вот такое выражение, не было представлено доказательств, что совместное использование кофеина и алкоголя является, вот буквально словами, безопасным, общепризнанным как безопасным, поэтому они рекомендовали фирмам либо представить план удаления либо кофеина из этих продуктов, либо алкоголя из этих продуктов. То есть критерии именно вот этого, кофеин с алкоголем, да? Я понимаю, если про штаты, так как алкоголь разрешен с 21-го года. Султан Султанович, давайте разберемся, а претензии, претензии именно к кофеин, я просто постоянно вижу в прессе тоже вот это сочетание кофеина с алкоголем, это и есть основная, правда, претензия к... Мы вытащили, я если вечером по поводу гуарана, я вам покажу, дело в том, что, к сожалению, вы действительно не профессионал в области химического состава пищевого продукта. Мы не претендуем на это. Но вы претендуете, вы говорите, гуарана. Секунду, мы претендуем на одно. Но, первое, вот если вы специалист в области пищевых продуктов, вы только что, смотрите, вы только что сказали, что при, вы же аналитик, вы сказали, что при учете использования алкогольных энергетиков используется некачественный алкоголь, внесите, дайте свои рекомендации. Мы, как сообщество экспертов, да, рекомендуем не использовать вообще этот продукт. И ваша миссия, вы чисты будете перед обществом, перед всеми, а сегодня вы, как адвокат дьявола, здесь у нас сидите. Султан Султанович, я попрошу, я попрошу, Константин Исакович, я прошу вас, я прошу вас, Константин Исакович, на мой взгляд, достаточно взвешенный, все-таки пытается привести меня. Во-первых, я еще вам с самого начала сказал, что никаким сторонником их я не являюсь, и не надо дьявола какого-то своего предприятия. Я ей говорю, дайте заключение, от ран официально... Так, подождите, а может быть Константин Исакович к этому и подводит? Может, вы дадите сказать все-таки, хоть что-то? Я понимаю, у вас своя точка зрения, вы можете сейчас говорить, не стану. Дело в том, что тот же там и гуарана, о котором вы говорите, это тот же гамм и кофеин. Так что не надо говорить, гуарана там есть, это кофеин натуральный. Но они же в сочетании в месте находятся. Султанович, давайте разберемся в этом вопросе, мне он тоже крайне интересен. Таурин, например, о котором вы говорите, является ингредиентом всех молочных смесей для скармливания детей. Вы на 70 грамм состоите из таурина. Это незаменимая аминокислота, которая прекрасно имеет и так далее, и играет в свое метаболическое активное... Султан, Султанович, пожалуйста, давайте выслушаем друг друга, на что такое, правда? Это вообще невозможно. Дело в том, что те ингредиенты, которые вы перечислили, они все разрешены. Они входят в список разрешенных. Не в них дело. Я вам сказал, о чем проблема. Проблема снижения порога потребления алкоголя. Второе, может быть некачественной продукцией. И кроме того, все-таки тут есть какие соображения? Я не выступаю адвокатом дьявола или чего-то, я никогда их не употребляю и в себе везде оглашал против. Но есть один нюанс. С алкоголем этот нюанс? С алкогольным, я говорю, нет, не только. Единственное, что тут есть нюанс, почему он не проходит. Ни в какие лоббисты. Я чуть не видел в Думе лоббистов алкоголя. Не на. Мы поймем, мы совершенно знаем. Дело в том, что часто, вот в РДА, например, почему не проходило это, что люди пытаются запретить то, что люди могут часто делать, причем делают безопасно. Без указания правительства просто. Они могут, ну, например, способным... Здесь там, конечно, алкогольные напитки смешивания с кофеином маскируют. Действительно, есть такой фактор, как люди при наличии кофеина, который противоположным действием обладает, да, он как бы астонизирует, а этот расслабляет. И в результате получается, что он не чувствует состояние опьянения так, как он бы чувствовал эти... Ну, прокомментируйте, сейчас, секунду, прокомментируйте просто вот этот момент, который мы, в принципе, с Вадимом Иосифовичем практически одновременно подняли. Кофе с коньяком. Известный тысячу лет рецепт. Вы буквально это слово, я хотел сказать. Люди ответственно могут пить алкоголь с кофеином, например, в форме рома с кока-колой. Или что-нибудь в этом роде. Это, вот тут этот вопрос... Подождите, рома с кока-колой это ответственное употребление алкоголя, а алкоголь с кофеином в виде... Нет, я говорю, это то, что человек имеет право это делать, никто не может ему это указывать. Ну как, если запретить подобные слабоалкогольные коктейли, то уже не сможем. Я думаю, что должна быть мощная антиреклама. Должна быть налоговая какая-то штука. Владимир Васильевич, прошу вас ответить. Во-первых, некачественный алкоголь, может ли он действительно появляться в подобного рода продукции? Да конечно, он может быть везде. Но давайте вернемся к истокам. Откуда взялась вообще эта проблема? То есть у нас получилось таким образом, что виноват продукт или виновата система, которая позволяет молодежи с 13 до 18 где-то брать этот алкоголь. Если он его берет и приобретает, то значит не работает система розничной торговли и запретов, по всей видимости. А у нас сейчас законодательство достаточно жесткое. Сейчас за повторную продажу алкоголя, по-моему, там до 4 лет может сесть продавец. Ну и значит не работает эта система. Виноват-то не продукт. А вот давайте Дмитрий Юрьевич спросим как раз. А можно еще два слова? Что произойдет? Вот коллеги, я не зря говорю коллеги, потому что меня тоже все это беспокоит. У меня и дочери взрослые, и внуки подрастают. И поэтому на самом деле вопрос очень интересный. Что произойдет дальше? Хорошо, молодой человек не купит сегодня, ему не продали этот слабоалкогольный коктейль. Ну, почему не продали, там продавец, он все равно найдет через кого купить, через знакомого, через бавжа, как угодно. Нет слабоалкогольных напитков, что он сделает? Он купит бутылку лимонада и бутылку спиртосодержащей жидкости, потому что это дешевле, на легальную водку у него денег нет. И получится тот же самый продукт. Ну какая разница, условно говоря. Второе, надо готовиться к тому, чтобы растет потребление наркотиков в случае с ботеретом. Вы понимаете это, да? Вы к этому готовы? Послушайте, секунду. И так далее, и так далее. В первую очередь, я вам посоветую, наверное, я вас даже приглашу на один из вот этих рейдов, которые мы делаем. Это первое. Если вас прямо так беспокоит, я думаю, вы сходите, вы принципиально поменяете свою позицию. Второе. Вы имеете в виду рейды по выявлению продаж алкоголи несовершеннолетних и распитки алкоголи. Я как раз и Дмитрий Юрьевич и вас хотел по этому поводу расспросить. Он провел проверку. Подождите, Вадим Иосифович сказал, что если продают эти напитки 13-летним, значит, собственно говоря, не работает система по запрету продажи алкоголя несовершеннолетних. Она работает или не работает, вы можете сказать? Работает. Дмитрий Юрьевич, работает? Нет, можно мысль закончить, чтобы это не выглядело так однобоко? Она работает, но она не работает так эффективно, как должна работать. Это первое. Объясняю, почему. Из 10 проведенных рейдов, 8 неэффективно с точки зрения выявления, потому что мы выявляем. То есть 80% магазин продает? Секунду. Дмитрий Юрьевич, можно подтвердить? Посмотрите, нет какой-то статистики, 8 из 10 или 9 из 10, но однозначно система нуждается в улучшении. Потому что мы не говорим, что если мы запретим слабоалкогольные напитки, все, мы добились своей цели и бросили бороться, и все у нас стало хорошо. Мы говорим о том, что нужно этим направлением тоже заниматься. Мы также выступаем за ужесточение наказания за продажу алкоголя несовершеннолетним. То есть это должна реально быть уголовная ответственность. Мы добиваемся во многих регионах, то есть мы в 11 регионах, я вот перейду уже, добились уже, инициативы свои выдвигали, добились уже запрета. То есть в 11 регионах реально молодая гвардия добилась запрета на продажу слабоалкогольных энергетиков. Это реально наша заслуга. То есть здесь нечего скрывать, я говорю открыто, как есть. То есть мы выходили на пикеты, мы выходили на сбор подписей, мы предоставляли все эти данные в региональные парламенты. Ну и наши ребята, которые являются депутатами муниципальными в регионах, они выходили с этими инициативами. Мы добиваемся постепенно. В нарушении федерального закона. Что? В нарушении федерального закона. Пусть будет так, лучше так, чем никак. Вы знаете, давайте посмотрим сейчас небольшой сюжет. Сюжет как раз из региона, где пытаются запретить слабоалкогольные энергетики. И потом продолжим наше обсуждение. Давайте посмотрим. Семья Любови Смирновой за здоровое питание. Под запретом газированные безалкогольные напитки и так называемые энергетики. У меня ДТО первое не употребляет ни газированные напитки, тем более уж не употребляет энергетики. Я прям вот так вот ставлю крест на этом. Крест на энергетиках решили поставить и депутаты Астраханской думы. С инициативой запретить продажу вредных для здоровья напитков к законодателям обратились медики и представители общественных организаций. Проект депутаты сейчас разрабатывают на основе похожих законов, уже принятых в других регионах страны. Это Краснодарский край, это Республика Чечня, это Чукотский автономный округ. Буквально две недели назад к этому списку присоединился Ставропольский край. И насколько мы знаем, мы тесно сотрудничаем с другими регионами, с Кабардино-Балкарией, с Карачаево-Черкесией, с Нижегородской областью. Вместе с ними мы вот готовим сейчас такие законы на территории своих субъектов. К обсуждению законопроекта привлекли предпринимателей. Для этого в Думе создали специальный координационный совет. Представители большинства торговых сетей в городе поддержали возможный запрет. Некоторые супермаркеты, не дожидаясь вступления закона в силу, разорвали договоры с поставщиками и отказались от продажи энергетиков. Договоры всегда прописаны, что любая из сторон может быть инициатором по той иной причине. То есть мы объяснили, мы мотивировали. То есть это наше право. Сегодня в Астрахани энергетики продают в основном в маленьких магазинах. Но по словам продавцов, доход от них небольшой. Бывает день, что даже ни одну баночку не продашь, ни одну бутылочку. Закупать новую партию энергетиков в этом магазине больше не планируют. Оставшиеся запасы вредных напитков депутаты предлагают предпринимателям распродать до конца года. А с 1 января 2015 энергетики в Астрахани планируется официально запретить к продаже. Вот такой сюжет, и я снова вижу определенную путаницу даже в материалах наших корреспондентов. Здесь мы видим и энергетики безалкогольные, и энергетики алкогольные, и просто алкогольные коктейльчики. Сейчас, Константин Сакович, я видел, что у вас были сразу дополнения к этому сюжету. Прошу вас. Дополнения те, что мы провели вместе с ЦИОМом большое исследование и Национальный фонд защиты потребителей по вкладу отдельных напитков, всех, чай, кофе, кока-кола, в том числе тоники, в общее потребление кофеина в стране. Во всех возрастных группах был проведен большой анализ риска и выводы, к которым мы пришли, что в основном, естественно, это чай, примерно 58%, 35% это кофе, а на энергетики приходится для взрослых 1-1,5%, а для подростков где-то 2-3% общий вклад. Может быть, все-таки, думаю, порекомендовать начать с чая. Но, может быть, речь идет о каком-то специфическом опьянении, которое дают энергетики. Вот у нас, на самом деле, здесь в аудитории присутствуют молодые люди, я надеюсь, в 7-18 есть. Поднимите руки, кто из вас пробовал слабоалкогольные энергетики? Вот, люди пробовали. Есть какое-то специфическое опьянение от них? Да, конечно, прошу вас. Представьтесь, я не говорю. Меня зовут Алексей. Во-первых, хочу сказать, что в школьное время, вот месяц 21, но в школьное время, я не знаю, по каким причинам, может, реклама или еще что-то, но я пил вот эти штуки по 3 банки в день. Вот просто из-за того, что выходил, и берешь одно, вкусно. А ваши друзья так же пили, все же объемы? Знаете, что, и даже мои подруги. Но благо, что мой старший брат, наверное, он поумней, и просто их разбивал, их об стенку, когда видел меня... Что вас заставляло выпивать эти напитки по 3 банки в день? Вкусно. Ну, то есть, специфическое опьянение. Мало того, что ты опьяняешь, пьяным становишься, но ты не хочешь спать. У тебя энергия, и тебе хочется что-то делать. И вот в чем их отличие от других алкогольных напитков. Спасибо. Рвет крышу, вот я вам хочу сказать. Хочу задать простой вопрос. Быть может, дело не в словах о алкогольных энергетиках, а в том, что мы просто слишком много пьем, и вообще нужно с этой проблемой что-то делать? Не, ну это понятно, но дело, традиция российского употребления алкоголя, мы сейчас не предмет наш, это действительно ужасная вещь. Просто я заглавлю с выступлением представителей НДПР в части, что действительно слабоалкогольно-тонизирующие напитки нужно предпринимать, я это уже несколько раз повторяю, всякие меры для того, чтобы ограничить доступ молодежи к ним. Но почему под раздачу у вас попали просто безвредные безалкогольные тоники, я не знаю.